Мне нравится играть на фестивалях. Нет ничего лучше, чем играть свою песню для 50-тысячной аудитории. Все подпевают и просто сходят с ума. Я даже видел людей, которые плакали. Туяма – музыкальный продюсер из Германии, который взорвал музыкальный мир своими зажигательными треками для вечеринок и ремиксами, такими как «Drop That Low», «Nova» и «Boundless». Он сотрудничал с такими известными джемами, как Стив Аоки и Крис Лейк, а также привлек внимание многих артистов, таких как Avicii, Дэвид Гетто, Тиесто и Феделя Грант. Каждый хит Туяма почти гарантированно станет успешным на международной сцене. И, по словам артиста, вскоре он представит невероятные новые композиции. На самом деле я создал этот проект вместе с лучшим другом еще 8 лет назад. Мы хотели придумать уникальное название для нашего проекта. Например, существует дуэт «Bingo Players». Если вы погуглите это словосочетание, то в результате получите и фото реальных игроков бинго, и информацию о музыкантах. Нам хотелось выбрать для себя уникальное имя. «Ту» означает цифру «два». Остальные буквы – это смесь из первых букв наших имен. Меня зовут Матиас, а моего друга зовут Яшка. Так и получилось это имя. Конечно, мне нравится играть на крупных фестивалях, таких как «Туморолэнд» и «Квинсленд». Но мне нравится и интимная атмосфера небольших клубов. В Германии есть клуб под названием «Болтхаус», который мне очень нравится. Там я нахожусь близко к аудитории. Люди там просто сходят с ума. Я вижу каплю пота на их лице. Это что-то невероятное. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, и тебе нужно путешествовать каждый день, перелет за перелетом, то у тебя ничего не получится. Иногда я нахожу песню, которая мне нравится, и спрашиваю у команды менеджеров, что они думают по поводу ремикса на эту песню. Затем мои менеджеры связываются с менеджерами этого артиста. И если им понравится мое звучание, то они разрешают записать ремикс. Но чаще сами артисты просят сделать ремикс на их песни. Да, они начали сотрудничество раньше. Я близко общался с Крисом Лейком. Можно сказать, что он был моим онлайн-другом. Мы раньше не встречались, но много переписывались. Он написал мне, что начал работать со Стивом, и я попросил его прислать то, над чем они работают. Он показал мне их идею. Я сказал, что это неплохо, а затем немного изменил мелодию. Я не знаю, зачем я это сделал и почему так получилось. Он просто прислал мне небольшой отрывок, и я изменил его в течение пяти минут. И ему очень понравилось. Возможно, я просто хотел им помочь. Крис переслал мою работу Стиву, и ему она тоже очень понравилась. И он предложил записать трек вместе. Они пригласили меня к сотрудничеству, и мы создали эту композицию вместе. Раньше я был диджеем-резидентом. Я играл по восемь часов в сутки и всегда в одном и том же клубе. У меня была возможность миксовать множество различных жанров. Это все была электронная музыка. Но я мог начать вечер со стиля дип-хаус, а закончить техно. Посередине играть какие-то коммерческие вещи. Я всегда искал стиль, который находился бы между электронной музыкой и хип-хопом. Я вырос на хип-хопе. И мне всегда нравились песни в таком стиле. Я пытался объединить хип-хоп звучания с электронной музыкой. Я никогда не создаю песни, думая о том, что бы понравилось людям. Я делаю то, что нравится мне. Конечно, записывая песни в студии, я думаю о том, какой будет реакция аудитории на фестивале. Но чаще я, конечно, делаю это для себя. Когда я нахожусь в студии, и мне нравится песня, я ее записываю. Мне кажется, такой подход намного лучше, чем выбор песни, в зависимости от предпочтений аудитории. Нужно создавать музыку, которую ты чувствуешь. И это почувствуют и люди. Они поймут, что артисту тоже нравится эта музыка. Я записал несколько ремиксов, и как-то мне сказали, «Кажется, тебе не нравится эта песня». И это была правда. Это действительно была не самая любимая песня. Люди чувствуют, нравится ли тебе собственная музыка. Я бы хотел попробовать замиксовать мою музыку с чем-то в стиле поп. Я бы хотел провести такой эксперимент. Пока что я ничего подобного не делал, но в студии я часто думаю об этом. za команде, сколько, сколько, чем-то еще разрушу. Субтитры сделал DimaTorzok